Всем привет, с вами подкаст Суровый Веб, проект YouWebDesign, 261 выпуск, меня зовут Александр Гончаров. Всем привет, меня зовут Никита Тарасов. Мы начинаем наш выпуск, который под номером, каким ты сказал? 261. 261, ты считаешь? Да, 261, да. Новый цикл такой, знаешь, вот 60-х, я бы его назвал, 70-х, как-то правильно. Да, каждый раз, когда выкладываю в iOS, уже получается, ну да, 60-х, как бы 7-й десяток мы разменяли в 3-й сотне, но при этом 60-й еще. Короче, прикольно то, что вот каждый раз, когда в iTunes выкладываю это все, там можно сезоны выбирать, чтобы ты понимал. И я каждый раз думаю, это вот у нас уже новый сезон или нет? А у нас такие бывают прорехи между выпусками, что каждый выпуск – это как новый сезон, но при этом из одного выпуска. У нас как забастовка сценаристов, как, знаешь, было в середине нулевых или когда она там была, что типа даже вот у «Клиники», да, там все сезоны по 20-25 эпизодов. А, по-моему, седьмой, он 14 или 10, потому что была забастовка сценаристов, ну, просто полсезона дропнули, короче. Вот у нас подкаст – это такое же, забастовка сценаристов, короче, каждый раз происходит. Забастовка кого там? Монтировщиков. Забастовка бухгалтеров. Так, а монтировщики уже обратно даже бастуют, чтобы вы только выпускали. Поэтому, да, уже у нас все уткнуло в производство. Актеров, я бы сказал. Актеров, скорее всего, да. У нас прошел DubDubDC, у нас предыдущий выпуск был страшно вспомнить в апреле, то есть 4 месяца прошло примерно, и, соответственно, мы не осветили вообще никогда DubDubDC. По идее, ее можно освещать двумя, так сказать, как это сказать, фронтами. Первое – это софт, второе – это железо. И, короче говоря, железо мы не будем сейчас обсуждать, потому что пока это смонтируется, уже пройдет преза. Преза будет 10 сентября по непосредственно айфонам и всему такому. Поэтому получается, что, ну, как бы нет смысла сейчас думать, типа, вот будет, наверное, такой, потому что, ну, мы узнаем в следующем выпуске в декабре, какой он был. А вот софт обсудить, в принципе, можем, потому что, ну, типа, его-то представили уже практически as is, то есть, ну, типа, в бетах оно примерно как есть, так и есть. iOS 18 и macOS, как же она там, Sequoia, вот. Еще, еще, в целом вышел, ну, точнее, вышел, анонсировали WatchOS 11, но ни на мои, ни на твои часы она не идет, поэтому мне, честно говоря, годливо ее обсуждать как-то, да, то есть, ну, типа, я скажу, конечно, но там еще и мало, давай будем откровенным там, не так много изменений, но годливо, честно скажу. При этом годливо настолько, что вот айфон-то я собираюсь менять в этот раз, потому что, ну, уже прям плохо что-то как-то тормозит, а у меня, ну, у меня жизнь на нем, то есть, я много с него работаю, так скажем. Сейчас-то уже ночь, понятное дело, и мы записываемся, когда уже нет никаких рабочих активностей, но вот когда днем бывает, надо что-то там с телефона сделать и так далее, он прям уже лагает, и это, ну, нехорошо, поэтому его буду обновлять, а вот часы я не уверен, что буду обновлять. Вот я попробую, ну, как бы, мы попробуем вскользь посмотреть, что там изменилось, и подумать, продали они нам его или его, их новые часы разные или не продали. Ну, вот, проголосуем, так сказать, с тобой. Ну, начнем с 18-й IOC. Ключевые фичи. Первое, виджеты, это самая ключевая фича, можно наконец-то, в смысле, ну, виджеты расставлять можно куда угодно, как на андроидах, еще в третьем андроиде, наверное, было. Я честно скажу, у меня стоит бета, причем все беты, которые были, самые первые девелоперы беты, и я все еще не сподобился ничего пробовать расставлять. Я уже пробовал вот это выделение цветом делать на иконках и так далее, причем, ну, на первых бетах вообще этого еще ничего не работало, оно там где-то как-то было, но даже вот когда автоматически он на ночной режим переходит, там даже, ну, дефолтные иконки не переходили. Кстати, интересно то, что он как будто бы ловит это автоматом, то есть даже были всякие условные там телеграммы, не телеграммы, у которых просто, ну, или там, вон, тест-старт, например, да, прикольно, да, мы сегодня не с MacRumors, мы сегодня с Apple Insider рассмотрим, а тут реально тест-старт на скриншотах у людей. Вот, соответственно, там просто он белый, короче, и черный инверсирует, и делает это как-то стильно. Короче, даже из коробки работало прям прикольно, когда еще, ну, типа, там, очевидно, есть возможность самим разработчикам выставлять иконки под темную и светлую тему, но, в общем, даже когда оно работало в автоматическом режиме, ну, там видно было, там какие-то микроартефактики были, но выглядело уже сразу прикольно, тут еще Delta на рабочем столе у них, это я допрямил. Ну, блин, Delta вижу, честно, первое вот мое, мой комментарий, я просто скроллю, я такой думаю, а мы вообще не Android смотрим, это iOS, да? Я просто, я скриншота 4 посмотрел, и уже как будто, ну, Android, если честно, какой-то. Я не знаю почему, ну, как-то оно теряет какую-то индивидуальность. Индивидуальность теряет? Ну, давай честно, ну, не так противно, как Android, все равно. Понимаешь, дело-то в чем? Да хрен с ним, ну, давай, обсудим, но я вот эти цвета менять не буду, не то чтобы принципиально, но мне кажется, пофигу всем iOS-владельцам, или есть какая-то потребность в этом, или уже нечего менять в iOS? Думаю. Я не далее, чем полмесяца назад расставил, короче, эти иконки по папочкам снова сгруппировал, как будто мне снова 25, и у меня очень много свободного времени для того, чтобы украшать там себе рабочие столы и всякую вот эту историю. Тебе это помогает, да? Ты идешь там такой, так, это у меня в папке производительность, или это у меня в папке еда? Мне помогает то, что мне хотя бы не надо листать 100 экранов для того, чтобы найти что-то. Хотя я, опять же, очень часто уже стал пользоваться, я сдергиваю вниз, и пишу в поиске название апки и жму там. То есть, видимо, плохо по папкам раскидал, что все равно надо в поиск вводить. Но, тем не менее, смысл в чем? Смысл в том, что помогает хотя бы то, что не надо скроллить 100 экранов. Кстати, все виджеты я кельнул. У меня там были тоже какие-то, господи, погода, музыка, заряды аккумуляторов, все просто занимает место, нахрен, не нужно досвидос. Но цвета поставил автосмену на ночную, ну, прикольно. Ну, блин, я вот использую виджеты, кстати, мне нравятся, смотрю на них. Тоже на зарядку, тоже на погоду. Хотел сказать, какие, как будто их там так много, короче, что можно запутаться вообще. Ты эти, о, а я до туда даже не долистал, до пятого виджета, блядь. Да, я бы сделал, может быть, какие-то крутые, но там вот и ничего больше нет такого особого. Знаешь, что еще есть? Есть дубль ГИС, 2 ГИС, 2 ГИС, сразу скажу, все вариации. Все варианты, так. И у меня есть виджет 2 ГИСа, потому что у меня же как бы есть друзья в дубль ГИСе, и я поставил себе жену, она у меня прям в виджете там показывается, в маленьком-маленьком, где она находится. Сначала, когда ты сказал, что у тебя друзья в дубль ГИСе, я подумал, что ты это, у тебя друзья в разробниках, дубль ГИСа, и они тебе бета-билд скинули, в котором уже есть, короче, виджеты, а у меня еще нет. Потому что я не помню, что бы у меня был. Возможно, конечно, это... У меня друзья в Дубльгисе. Я попробую. Слушай, надо добавиться к тебе в друзья. В общем-то, я от тебя не скрываюсь. У меня две точки, в которых я могу быть. Ладно, три. Про которые ты и так в курсе. Поэтому, в общем, в целом, можно попробовать посмотреть, как это будет выглядеть. Приложение на экране блокировки. Лупа. Как часто тебе нужна лупа на экране блокировки? Или распознать музыку? Вот одинаково. Ну, знаешь, когда в новые фичи, короче, в Apple Pay или в Wallet вносятся, у меня реально каждый раз это... Всякие мемы в голове всплывают. Типа, что не очень-то и хотелось. И вот это все, это троллинг какой-то досвидостный. Но то, что вместо фонарика слева теперь можно сканировать код, сделать или распознать музыку, ну, наверное, это норм. Я кастомизировать это, конечно, не буду. Вот. Пункт управления тоже. Там много всего. Там три экрана в пункте управления. Там все тоже можно переставлять. Надо все делать. Я не дошел до этой кастомизации. Я видел, что она есть. Я даже немножко путаюсь. Тут, чтобы ты понимал, вот этот пункт управления теперь, когда откроешь, он скроллится вверх-вниз. И он скроллится между вот этими страницами. Сердечко, музычка и еще там что-то. Короче, а пульт Apple TV, по-моему, у меня там третий. Какая-то такая история. А я разбил пульт от Apple TV сначала, а потом его еще и потерял. И я реально с iPhone теперь Apple TV управляю. Вот. Но потом я, кстати, его нашел уже. Примерно тогда же, когда я очки нашел в носках. Вот там. Примерно там же нашел пульт от Apple TV битый. Но он работает хоть на битый и даже заряжен все еще. Поэтому тут уже это. Мне, кстати, нравится кнопка распознать музыку. Вот, например. Вот за это хвалю. Я не люблю вот этот твой стиль. Хотя бы голосом мне надо Siri. Да. Вот это я не люблю твой стиль спрашивать у Siri. Там пока ты спрашиваешь, пока она очнется, трек закончился, ты уже ничего не понял. А это лучший трек твоей жизни был. Мне нравится кнопка распознать музыку. Я не знаю, насколько она быстро будет работать, вызывать там. Что? Кого? Но, естественно, она будет внутреннее вызывать. Siri опять же будет слушать, наверное. Правильно? Это же не Shazam пойдет слушать. Почему? У них коллаба. Ну, понятно. Я к тому, что вот у тебя нет Shazam. Логотип там Shazam. У меня не стоит прям прилки Shazam вообще. Но при этом логотип там Shazam. И как будто это Shazam. Да, то есть он пойдет внутренними iOS этими. То есть если нет у тебя Shazam, она пойдет слушать. Да, да, да. И как бы вроде тоже должно быть. Но я не знаю, насколько это быстро тоже работает. Потому что, знаешь, опять же, на 11-м айфоне ты нажми, попробуй такую кнопку распознать музыку. Я не знаю, что там будет. Ну, в принципе, наверное, да. Ну, вот эти троллят меня, конечно, перевод средств из Wallet. Это прям мне нравится. Да, да, я говорю. Это прям вот хочется выкинуть им в лицо телефон. Просто вместе с переводом средств. Блядь, вместе со средствами все, которые у меня на Wallet остались. И вот этим всем. Ну, короче. А у тебя там много средств осталось? Все, что есть, все мои. Знаешь, у тебя отвечать дурацкими поговорками. Подожди. И кому я должен, тому прощаю еще. Вот скрыть приложение на айфоне. Вот давай к этому пойдем. Я вижу, это, по-моему, полезно. Полезно, да, папочку скрыть? Чтобы оно по Face ID только показывало, правильно? Ну, это только вот от детей игры прятать. Ну, типа, жена все равно у меня в Face ID добавлены. А все остальные, ну, им и мой телефон не интересен. Ну, кто-то возьмет у тебя там, знаешь. Злоумышленники ты имеешь. Да, злоумышленники, конечно. А у него hide and require Face ID, все. И что он сделает? Не увидит твою бабочку? Так он просто даже не разблокирует ничего, понимаешь? Если у него нет моего Face ID. А если есть, то уже тут как бы шило-то в мешке не утаишь. Он просто может не знать, что там есть, короче, папочка скрытый. И до туда даже не дойдет этот злоумышленник. Ну, вот тут может быть как бы. Я, в принципе, вот этим библиотекой приложений не очень пользуюсь. Я случайно на нее иногда проскролливаю до последнего экрана. И случайно он иногда, а может быть и не случайно, подсовывает мне как раз то, что надо, так сказать. И я там это жму. То есть он уже понимает, что время 8 вечера, и я как бы захожу в Телеграм. Как бы и в любое остальное время. Как и в 7 вечера, как и в 9 вечера и в 10. Не, ну знаешь, если мы уже говорим о каких-то таких... Блин, сейчас я не знаю, как это завуалировать. Потому что, блин, сейчас нас это выложат потом на Дзене или на ВК-видео. Но я попробую. Я не знаю, о чем ты, да. Вдруг, если вот тебя остановят, ну не совсем злоумышленники, но ты будешь остановлен по какой-то причине. Но ты, например, находишься в поисках чего-нибудь, и на твоем телефоне открыты какие-то карты. Я не знаю, по какой-то причине. Ну, например. Не, ну ту гис, например, у тебя открыт, да. Ты поиском друзей занимаешься. Поиском друзей, да. И вот эти люди, они же, ну, не имеют права как бы разблокировать твой телефон. Как бы, ну, никак. Ты, в смысле, не могут заставить тебя разблокировать. Но они могут, например, быстренько навести тебе на лицо. И тогда у тебя разблокируются телефоны. Как будто у них телефон, ну, то есть телефон ты должен им отдать, но разблокировать не обязан. Вот. Кстати, я даже не изучал правовой вопрос в этой истории. Тем не менее. Ну, вот, да. Но это я про вымышленную фэнтези вселенную, о которой мы дальше поговорим. Да, будет сегодня. И вот у тебя, к примеру, ну, Face ID считали, да, разблокировали твой телефон. А у тебя еще папка под Face ID. И надо второй раз на твою морду наводить. А ты уже что-нибудь придумаешь? Да. Вот. Тоже вариант решения вам такой. Но это фэнтези мир, если бы у нас айфоны существовали. Да. Если бы там iOS 18 тоже выходило скоро, то такое. Системные настройки изменились. Честно скажу, я запутался. Я искал, короче, где добавить новую учетку почтовую. Очередную. Пятнадцатую. Чтобы пятнадцатый был ящик, пятнадцатый календарь и вот это все. И оно, короче, теперь именно настройки приложения почта. Раньше было просто основные учетные записи. А теперь они все это украли. Спрятали в почту. И это было мне непонятно, короче, зачем. Но, видимо, можно привыкнуть в какие-то моменты. Сохраненные пароли. Отдельная апка для паролей. Keychain, так называемый, или типа того. Это мне понравилось. Не надо искать и идти в основные настройки пароли. А в случае с macOS, заходить в Safari пароли. Оно там почему-то было. Теперь прям есть отдельная апка пароли. Суперудобно, классно. Но это чтобы купертиновцам легче было в твоей пароли. Конечно. Они просто все хранится на айфонах. Мы сейчас дойдем до главной киллер-фичи, которую мы на сладенькое ставили. Это Artificial Intelligence от Apple. Там все на девайсе только хранится. Новый калькулятор. Я имел в виду, конечно, потому что сирийские фунты можно переводить в суданские фунты. Это тебе не фунт собачий, так сказать. Поэтому это важно. Новый калькулятор. Но да, короче говоря, скорее всего пароли тоже хранятся зашифрованы только на устройстве. Вот это все никаких тебе ни-ни. Ни байта не покидает устройство. Можно, кстати, вернуться к... Artificial Intelligence, похоже, в самом верху были. Почему про них здесь ничего вообще нет в этой статье? Или потому что это US-only фича, и Apple Insider такие решили, что ну о чем мы будем про нее вообще говорить? Ну, тогда и мы не будем. Тоже обидимся? Конечно. Ну, там тема в том, что это только с 15-го айфона, причем с 15-го Pro, разумеется. А в чем там тема? Тема в том, что у тебя подсказчики во всех заметках там, ну, короче, в Apple-вских приложениях за тебя чуть ли не автокомплитеры. Плюс ты у Siri можешь сейчас спросить, как у чата GPT, потому что он буквально на OpenAI подписан. По опихе на него будет ходить. И вот это будет покидать твое устройство. А все, что именно через Apple Intelligence прямо на чипе вычисляется, и прямо вот у тебя здесь анализирует только вот твои заметки, то вот только их. И вот в них же только и остается. Даже из приложения заметки не будет покидать. Вот оно, оно тут. А остальное вот все через чат GPT, то, что ты непосредственно запросы какие-то делаешь там, и вот это все. Я пока не знаю, как это будет работать. Чат GPT интегрировано классно, но вообще классно на полном серьезе обсуждаем в нашей стране сейчас вообще. Надо будет 100 VPN включить, чтобы это работало. Давай так, классно то, что это близко. Потому что у меня он выделит, ну, типа, у меня прям сохранена страница chatgpt.com на рабочем столе. Ну, как бы с иконкой. Иконку сделай мне по бате. Вот я иконку себе сделал, чат GPT, чтобы он в сафарях сразу открывался именно там. Тут это хотя бы будет где-то из другого места открываться и так далее. Но то, что это все будет покидать устройство, как бы, ну, блин, я нисколько в этом даже и не сомневаюсь. Было бы чему там покидать вот это. То, что, честно скажу, там, то, что будут фото там, вот это все анализироваться, вот это все крипи. От этого хочется, знаешь, именно купить 14 Pro Max, потому что в нем этого еще типа нет. И не обновлять никогда. Вот. Но при этом, мне кажется, уже 14 будет тормозить скоро так, что придется все равно обновиться. Поэтому тут... Ну, мы это сто раз уже обсуждали, эту всю историю. И сегодня еще будет неоднократно, мне кажется, об этом сказано. У меня в темке там про M.A.D. тоже оно, как бы, есть. Замечательно. Я бы не сказал, что это какой-то, как всегда, скачок. У нас скачков-то особо нет. Здесь больших каких-то. Как вот, опять же, скачок между PlayStation 1 и PlayStation 2. Но, тем не менее, что-то делают. Делают какие-то удобства. Все сходится немножко, ну, становится похожим на Android. Android становится похожим на iOS. Чат GPT, наверное, удобно. Ты вообще на сколько чат GPT-шишь с телефона? Ну, в смысле, не ты, не ты, а кто-то. Я, как я думаю, мне не открывается. Ну, все. Ну, и все. Ну, бывает, бывает. Я слышу, что делают с телефона тоже. Потому что, ну, конечно, иной раз ноутбук вот так распаковывать, там что-то делать. Кому-то удобно. Кому-то удобно, да. Кому-то херовато. Хорошо. Макос Sequoia, да. Sequoia. Sequoia, кстати, если кто-то тестировщик. Вот в BrowserStack есть такой замечательный инструмент. Там Sequoia бета добавили. Можно прям смотреть, как на Sequoia выглядят ваши сайтики. Давай интересно теперь посмотреть, как вообще. BrowserStack. Еще кто-то его оплачивает, наверное. Как-то могут оплатить. Кто-то. Кто-то может оплачивать, да. Так. Ну, что нового? Одно, короче, из основного – это возможность вывести экран вашего айфона на Mac. Ну, короче, как приложение, типа дублирование экрана. Что ты можешь, если у тебя телефон на одной вайфайке или там прям по проводу даже подсоединен. У тебя он открывается прямо на Mac OS, ну, типа как в телефончик, и ты можешь там на нем писать, что-то читать, двигать и так далее. Очень нравится прошеринг экрана. У меня очень постоянная боль была до вот этой вот Mac OS, когда надо было пошерить экран через Safari или через нативный какой-то Apple sharing. Типа вот Google Meet случайно в Safari открылся, мне надо пошерить экран. Он каждый раз тупил и отваливался. Непонятно было, что он хочет. Теперь там, короче, нативный такой верлей, фиолетовый, красивый, и работает безотказно. Можно выбирать окно какое пошарить или экран какой пошарить, какой звук захватить из какого. Короче, очень круто сделано. Здесь им респект. Именно респект. И на компьютерах Apple более обширный, чем на телефоне, потому что здесь все на правых кнопках, на всплывашках, на всяких таких штуках. То есть ты там выделил письмо, и у тебя сразу там, типа, можно всплыть, типа, смени стиль написания там вот этого. Ну, это именно в Apple-овских прилках. Но, скорее всего, будет опихать для того, чтобы эти же оверлеи в другие какие-то кастомные прилки всунуть и так далее. Опять же, все не покидает Mac. Работает только на этих, Apple Silicon, на M1 как минимум. Но, опять же, я, честно говоря, удивлен, если кто-то все еще на Intel-овских Mac на полном сервере сидит, потому что, ну, они, по-моему, тоже уже плохо сбоушились. То есть они не очень хорошо работают. Вот ты, был момент же, ты сидел. Ну, данные, Mac на Intel данные фишки не получат. Нет, я понял. Ты мне скажи, нормально они вменяемо работали на тот момент, когда ты сидел или нет? Нормально. Ты смотри, а что делать? Видишь, тут, если ты делаешь какие-то вещи страшные, то, наверное, будет больно. А так-то что, если сидеть, серфить по мне интернет, то можно, наверное, хрен за это, на каких матчах сидеть. Ну, короче, для фронт-энда непригодны абсолютно. Греются, говнеются и тормозят. Так это фронт-энд. А прикинь, если ты какие-то сложные задачи возьмешь, типа, там, не знаю, монтаж видео. Видеонаблюдение, монтаж? Ну, перфоратор взял, лестницу. Нашего подкаста монтируем. Да, да. Ну, это само собой, это понятно. Кто сейчас вообще в своем уме? Тоже скоро будем уже одной кнопкой монтировать, наверное, и все. Нет, мы и так одной кнопкой монтируем. Скидываем просто исходники, жмем кнопку отправить. Фланат, да. И оно само там как-то монтируется, да. Спасибо. Короче, какие компьютеры? Ну, тут дофига на самом деле. То есть, с 18-го года уже, ну, блин, 6 лет. В контексте обновления компьютеров это вечность вообще. Поэтому можно сказать, что очень доступна новая Макось. Все, да. Секвоя, да. Когда выйдет, да и когда-то выйдет, короче. В остальном здесь не так много изменений. Вот, поэтому прежде чем перейти к WatchOS, хотелось бы заглянуть на career.ustech.ru slash vacancy. 51 вакансия. Классические наши любимые GoLang разработчик и SeniorGo разработчик до сих пор горящие вакансии. До сих пор, видимо, не закрыты. Но, скорее всего, это новых людей ищут. Но я все еще не устаю шутить и удивляться, что GoLang разработчик и SeniorGo разработчик – это два разных человека. Вот, поэтому тут, конечно, такое. Ну, расскажи про кого-нибудь. Мне хочется… QA Automation Engineer iOS. Там тоже, что ли, можно автотесты писать на iOS? Да, конечно, можно. А на чем они пишутся? Тоже на Swift прям или как это происходит? Блин, я сейчас буду тупить на… Не на Swift, а на чем? Я уже не помню, блин, Сань. Ты вот у меня спросил. Я себе каждый день работал на Союз автоматизации. Блин, они все на одном пишут. Нет, я думал, вы в одной курилке с ними стоите. Да, конечно, конечно. Но у меня же деменция. На Java, я не знаю, пишут. Ну, то есть, они там все на одном пишут. Понятно. То есть, можно, короче, и то, и другое там через какую-нибудь симуляцию запускать? Ну, хорошо. Короче, вот если вы из этих, то есть пара в АК. Причем даже без лейбла. Это не IT, не финансы, не ритейл. Это просто туда, в дизайн-отдел, видимо, нужны такие. Есть iOS-разработчики, Senior Python-разработчики. Fullstack-аналитик. Fullstack-аналитик. То есть, это аналитик плюс дизайнер какой-то? Fullstack. Или что? Мне, знаешь, что нравится? Просто вот не то, чтобы... Посмотри, вот если вы станете, опять же, карьерой из тех.ру, я тут вижу, например, вниз проскролливаю до блока новости. Тут есть статьи и выступления. И вот тут есть прям мне знакомые люди, такие, как Александр Ефремов, например, участник нашего подкаста и нашего проекта не так давно. Вот. И тут прям discovery, фаза в UX-дизайне. Тут прям... То есть, вы можете стать не только частью карьеры из тех, но еще и вот прям греметь здесь. Здесь есть... О, смотри, там я есть немножко еще. Запись выступления Александра Гончарова на УВДЦ. Не в правом вот этом, а в левом. Там, где 4, под 2. Вот. И, ну да, видишь, и другие люди, я тоже некоторые знаю. Поэтому подумайте, подумайте над тем, чтобы... Здесь не так просто, это вот вам не просто какая-то компания, а здесь вы будете знаменитым. Круто. Ну, вернемся к вакансиям. Мне просто не могу. Тут одна есть. Automation Create Java. Опыт? Нет опыта. Можно безопытным прийти автоматизированным тестировщиком Java. Интересно, как, кстати, будут отбирать. То есть, вот, как я и сказал, то есть, Java-то, но это же как бы сложный язык. Сами знаете. Сами знаете. Ну да. Опять же, это тебе не этот собачий. Не HTML. HTML-программисты – это вымирающий вид. Скоро с руками будут отрывать таких. Ну, короче, интересно. Мне нравится, честно тебе скажу, что здесь есть разное. Даже технические писания. PHP-разработчики, между прочим, требуются. Тоже. И не один. Много вакансий. Поэтому, я считаю, направляйте. Держите курс на карьерный портал юстеховский. И не забудьте сказать, что вы от Александра Гончарова. Задонатите подкасту нашему. WatchOS 11. На конференции традиционно обновляют операционные системы для всех своих устройств. Не исключением стали и часы. Умные часы от компании из Купертино. Причем это я уже не читаю, это я уже сам в этом же стиле говорю. Попросил сгенерировать в стиле этих коперастов. На нетрадиционной конференции Apple традиционно обновляют операционные системы. Так, здесь есть некие приложения тренировки полностью, короче, переработанные. Fully revamped, я бы даже это так сказал. Слушай, а кто-то вообще пользуется полноценно? Я вот достаточно полноценно пытался пользоваться тренировками на Apple Watch. Ну, расскажи, что значит полноценно. Мне кажется, что я полноценно пользуюсь, но давай теперь я сверю по тебе часы. В прямом смысле этого слова. Например, я себе, когда бегал, выставлял, чтобы у меня там, допустим, сердечный ритм, или как это называется, пульс мой, что там у меня считывают. Не повышался больше 120 ударов, например. Ставишь, и те вибрулькают немножко часы. Вот, такой кастом. И можно ставить разные, вообще там всякие, задавать цели очень крутые. Типа, кроме того, что там сколько кругов пробежал, там, ну, сколько времени, там, короче, в общем, там можно прям кастомить очень классно тренировку. И кто-то вообще вот этим пользуется? Ну, вот, например, пульс вот куда-нибудь выставляет, чтобы больше 120 не было? Или меньше, например? Не, у меня 120, когда я просто начал бежать, у меня уже 120. Ну, я. Бесполезно выставлять. Только вибрулькать будешь вибрулькать. Так это может тебя подстегивать только будет, знаешь. Ну, нормально, у меня только он больше вырастет. Да, как только вибрульнулся от 200, бах, да, 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 испугался. Ну, ну и что? Ну, вот ты используешь вообще вот как? Или ты просто смотришь? Или ты что-то там делаешь? Смотри, смотри, есть разные типы тренировок в моей жизни. Например, аквааэробика. Когда я иду в бассейн, я выставляю не плавание в бассейне, я выставляю аквааэробику. Потому что плаванием это не назвать пока еще. Так, с шаром и чем там. С палками, блядь, гимнастическими, да. Хула-хупом, прошу прощения. Так вот. И смысл в том, что там у некоторых, вот у них можно выставлять все эти истории. А вот, например, у другое, моих любимых, у них нельзя это выставлять. Там она свободная. А, там только время можно ограничить, чтобы у тебя вибрулька, когда ты уже больше 30 минут другое делаешь. Самое полноценное из того, что я делаю, это когда велотренировку делаю, я телефон ставлю на руль, и у меня там именно эфир перехватывает, короче, полностью экран. И там у меня всякие спидометры, хренометры и так далее. Это тоже именно из приложения тренировок Apple Watch идет. То есть, если их не будет, то такое выставить нельзя. Самому просто фитнес включить на телефоне, и чтобы оттуда это транслировалось, такого нет. То есть, это только с Apple Watch идет. Вот это самое максимальное, что я использую из тренировок. Ну, опять же, круги, даже вот просто самому ставить и на часах жать круги, это же тоже, блин, дофига делов. Это надо сбиваться, брать руку, жать, чтобы ты круг пробежал. Сам-то он их ведь нифига не ловит. Ну да, нет, я к тому, что вот смотри, ну, как бы вот вроде бы используем какие-то фишки, но я не уверен, даже мы, возможно, самые продвинутые пользователи тренировок. А тут они обновят. Вы вообще люди, вы используете? Насколько вы будете использовать? Вы то-то не использовали, а вот тут они что-то улучшат. Ну, может, тут еще как-то будет понятнее хотя бы людям эти тренировки новые, которые они сделают. Разгрузочные дни тут можно устраивать. Да, я тоже смотрю, что можно выбирать уровни нагрузки, разгрузочные дни. То есть, для таких прям, ну, прям спортсменов, жесть. Я даже уже не фиксирую тренировку, если у меня тренировка, она, ну, как бы, не, ну, как сказать, не повторяющаяся. То есть, если я просто вдруг пошел за сигаретами, и у меня включился этот, то я не включаю, естественно, что я тренируюсь. Я прям отменно нажимаю. То есть, я... Нихрена, вот это кремение я жму. Я прям надеюсь, что сейчас включу, сейчас я нажму. Не, не, я отменяю. Я даже если на велосипеде еду, и у меня включается, я отменяю. То есть, ну, это невозможно называть тренировкой. Смысла в этом мало, абсолютно. Ну, подожди, нагрузку организм получает. То, как быстро люди ходят за сигаретами, это тоже 150 может бахнуть. Ну, это разово. Ну, мне кажется, от этого ничего не изменится в твоем организме, если ты за сигаретами. Хуже только станет. Вот это приложение Vitals, оно, соответственно, тебе это. Будет показывать, что у тебя что-то там не то с тем-то и fucking тем-то. Да, возможно, на самом деле, это все как бы передастся в приложение Здоровье. И приложение Здоровье, оно уже все-таки подумает немножко о тебе. Потому что мне вот иногда, ну, приложение Здоровье, правда, пишет как будто здравые какие-то вещи. Да, согласен. У вас там тренд изменился, там, как будто вы стали больше ходить, меньше ходить. У вас там больше пульс, опять же, стал на этой неделе. И ты такой задумываешься уже, блин, а какого хрена. И тогда, может быть, да, стоит действительно включать тренировку даже когда за сигаретами пошел, чтобы хотя бы Здоровье понимало, что ты на самом деле не просто гуляешь, ты за сигаретами конкретно. Это надо прям кастомные тренировки добавить. Такие-то типы лучше бы не ходил. Да, вот его убираешь, и он такой понимает, что да, до бара пробежался. И обратно. Да, обратно, да. Ну, тут вот видишь, Vitals есть, которая как раз показывает там сердце, температуры, легкие там какая-то этот, господи, насыщенность, сколько ты спишь. И она прям тебе показывает, что в красных зонах в неких там вместо голубых и так далее. Короче, мы продали друг другу, походу, новые часы. Ну, походу, походу. Да нет, я-то не против, я бы даже ультры не против, я думаю, как и все. Вот, но вот эти функции, которые Apple как бы нам, ну, вот, поставляет, блин, такое чувство, что мы, короче, все должны альпинистами быть, особенно с ультрами. Там знаешь, чтобы прямо у тебя на часы снег попадал, и ты спадал, да, вот ты все, ты там, вот. Как будто мы все такие, но на самом деле, я думаю, 99% пользователей Apple Watch'и, это просто, блин, те люди, о которых мы поговорим в теме про сидячий образ жизни. Нету тренировки хайкинг, то есть хождение по горам. Хакеринг. Хакеринг, может, и есть, может, даже и кайкеринг есть. Но вот хайкинга я не нашел. Я хотел, честно, мы же сейчас тут в два походика уже сходили, так сказать. Именно походика. Небольшие подъемчики совершили. И нету тренировки хайкинг. Это странно, очень модно. Мне кажется, даже сам Тим Кук хайкингом он занимается. Так вот, когда ты ультры взял, чтобы вот побольше пота, там, вот этого всего, это стопудовый хайкинг. Причем, ну, понятно, там они на маунтинбайках это еще делают. То есть они маунтинбайкинг еще, кроме хайкинга делают. Ну, блин, короче, это странно. То ли я тупой, то ли что. Но я прям искал. Я даже проваливался там, где полный список там по алфавиту, где вот этот, ну, там их дофигища и больше. Там, блядь, гольф есть. Но хайкинга нет. Странно. Ну, вот, короче, это прикольно. Вот это я бы поотслеживал, как минимум, для того, чтобы потом, масоны, слушайте, мотайте на ус, какую-то прилку, короче, которая все это сводит, и я мог отчет о своем, короче, это, отпуске получить. Где сколько, на сколько поднимался, короче, где какие фотки сделал, на каких горах. Вот прям карту открыть. Есть такое приложение на Apple Дневник, он называется, или как там. Подожди, где? Есть такое приложение типа Дневник или как-то Apple. Apple Diary. Сейчас Apple Diary, я имею в виду. Да. Короче, это прям встроенное приложение. Journal App. Journal. Вышел в... Да. Где? А как? И он тебе. А, или он US Only. Нет, а мне что-то подсасывал вроде. Не, ну, там, короче, он тебе говорит, ты там, ну, там, если ему все разрешить, он будет твои яркие моменты, как бы, с фоточками, с твоими прохождениями подсасывать по датам. Ты туда зайдешь, и у тебя будет все классно, ты попробуй попользоваться. Я попробовал, но это, конечно... Так Shut Up и Take My Mind я не видел, я же вот расставлял полностью все иконки, не было такого. Его что, поставить надо? Да сколько я статы просрал за это время? Не, ну, на самом деле, не знаю, насчет поставить, потому что у меня вот это вот... Ты правильно, да, смотришь, вот там такая бабочка, типа, из двух... Я даже не вижу, я нагуглил прям новость на Apple.com, а на Apple.com есть новости уже, apple.com.newsroom, и там, соответственно, новость про то, что вышел Journal App, но тут не видно даже, какая у него иконка, тут уже только внутрянку все заскринили, а, короче, как он выглядит, сама иконка не показали. Ну, давай так, чтобы ты понимал, можно даже калькулятор удалить сейчас на iOS, и его из App Store заново поставить. То есть теперь все дефолтные приложения, они удаляемые и заново устанавливаемые. Там, например, разработчик Apple. Возможно, я когда-то этот Journal удалил случайно. Наверное, ты подумал, да чьи это все мне засорять будут? Нет, я тогда, может быть, думал, что я, короче, не хотел, чтобы он у меня собирал все это. А, не хочу. А сейчас не хочу уже, видимо, чтобы он собирал, поэтому Journal App, короче, полный. Попробуй, попробуй, то есть это прям, да, нативная фича, так скажем. Я пробовал, вроде прикольно. Можно там даже какие-то комментарии ставить. Видишь, к сожалению, если бы это видели как бы люди, я не знаю, как это шарить, то есть если бы это была какая-то общая сеть, где было бы прикольно, все бы делились, и, ну, как бы было бы интересно, тогда да. А так я в самом себе это нашу. Там три точечки точно есть. Ну, три точечки там должно быть поделиться, я не верю. Да если я тебе могу сейчас свой плейлист Apple Музыки даже уже шарить. Нет, можешь, но как это люди увидят? Вот, допустим, ну... В телегу ты им скинешь. А у них, допустим, Android. Так нет, а там будет именно apple.com.journal или journal.apple.com, и там это красиво будет оформлено так же, как у тебя это. Я еще не пользовался, но уверен, видимо, что будет так. Ну, попробуй, попробуй, да, посмотри, может, тебя заинтересует этот дерьмо. Меня уже заинтересует, меня сильно заинтересует. Если он подсосется к моему здоровью фоткам и сможет прогнать вот что-то из последнего, то я прям тебе смогу даже уже дать прям фидбэк. Ну, не такой, типа, я открыл, все разрешил и теперь сижу, жду, когда у меня будет момент. По тебе моменты лучшие будут справлять, когда у меня следующий лучший момент будет. А знаешь, какие моменты? Я там в этот момент чистил снег, значит, он во двор выходил у машины, и он мне такой, блин, у вас прогулка была, жесть, вообще классно. Ну вот и то прикольно, слушай. Write about your day and add photos, places and more. Так что... Причем тут можно прям зашедулить time for writing and make it a habit. Привычку дневник вести, выработать. Ну, видишь, как хорошо. Блин, ну че вот я не знал, а? Вот, блин. Дурень. Без проблем. Значит, Smart Tape, переходим от компании нетрадиционной к традиционным ценностям и компаниям, таким как Smart Tape. Обязательно заходите по нашей реферальной ссылке, регистрируйтесь на таком хостинге, как Smart Tape, пробуйте себе в ВПС-ке обязательно, пробуйте, короче, вообще цены посмотрите, там достаточно доступно все. Вообще посмотрите все возможности Smart Tape и более, можно написать в поддержку, я думаю, там они как бы пойдут на какие-то уступки, если вам надо какие-то прям мощные машинки сконфигурить. Тут мне больше тебе скажу, очень нравится конфигуратор. Вот наша старая ВПС-ка, которую, чтобы ты понимал, сегодня первый день, когда я ее не оплачиваю. Все, мы перенесли все сайты на новую. Бум! Здесь тут фейерверки, короче, банан подсунет, и вот это все. И на новом, почему мы вообще переехали на новую? Ну, во-первых, потому что CentOS перестали седьмой поддерживать уже сто лет, он уже уязвимый, дырявый и говно, поэтому я на Ubuntu переехал, которую намного дольше поддерживают, потому что CentOS скурвился. Но смысл даже не в этом. Смысл в том, что там 80 гигов было памяти, и у нас уже подкасты занимают 60 примерно. Ну вот все наши аудиозаписи. Поэтому мы уже там головой, короче, скребли потолок. И самое тупое, что его нельзя было никак расширить, потому что там был негибкий, короче, тариф. А вот новые, они все расширяемые, то есть их можно именно добавлять сколько хочешь. У нас даже там вот 200 мегабит в секунду этот канал шириной, его можно до гигабита расширить, просто, ну типа ползунок передвинуть, и он просто пересчитает тебе, и все. Короче, очень гибкие конфигурации. Охренительно это все. У меня вот, например, сейчас на наш хостинг 6 ядер, а оперативки 8 гигов. Тут вот на лендинге такого нет, но сконфигурировать можно. За деньги да, как говорится. Конечно. Поэтому охренительно. Сами пользуемся, как говорят продвинутые маркетологи с рынка. Дома такой же есть, да. Дома такой же, да. Поэтому не думайте. А мы здесь как бы не глупые же люди, ну я надеюсь, вы нас считаете такими. А, соответственно, мы дерьмом не будем пользоваться, поэтому обязательно заходите по нашей реферальной ссылке. Если вы вдруг по какой-то причине случайно зарегались, там можно как-то что-то с Саней договориться, чтобы подсунуть нашу рефералку. Да, да, да. Можно стать нашими рефералами уже даже если вы клиенты. Поэтому не стесняйтесь, придите ко мне куда-нибудь. И, блин, дизайн по-прежнему бомбический. Мы его облизывали в апреле, он тогда еще был в бете. Сейчас он уже не в бете, мне очень нравится, как это выглядит на 4К монитор. Вообще топ. Да. Поэтому ныряем по ссылке в описании и идем дальше у нас тут про GTA-шки. Тема. Тема даже две. И эти оба, это буквально как бы инсайды, которые нам предоставил один и тот же человек. Вот, например, первое. Бывший технический директор Rockstar пояснил, почему в GTA San Andreas не добавили мусор на дорогах, хотя он был в GTA 3. И некий, действительно, бывший технический директор, некий Оби Вермей, а он будет фигурировать и там, и там, в обеих новостях про GTA. Так они даже называются Оби. Бывший технический директор, там, что-то, что-то. Да. Вот. Значит, он рассказал, действительно, что решили в San Andreas не включать вот этот мусор. Если вы помните, хотя бы видели видео, или играли, или еще что-нибудь. В GTA 3 и в GTA Vice City. Я пошел, кстати, в GTA... Здесь не слово про GTA Vice City, но я пошел и напомнил себе, что в GTA Vice City тоже был мусор. Ты буквально установил, или что, или как? Да, я буквально прошел по-быстрому. Нет, я пошел видео посмотреть в Vice City вообще. Я, кстати, что-то не догадался, надо было в наши стримы зайти. У нас же есть стримы по GTA Vice City, кстати говоря. Блин, чтобы ты понимал, я каждый раз, когда в них захожу, не только в стримы в GTA Vice City, в любой нашей стриме, я залипаю минут на 30. Я такой, вот, я испугался, что я залипаю. Да, потому что это реально очень топовый контент. Я реально не понимаю, почему-то так мало просмотрено. Это просто вот, это тупо вот сериалы идеальные. Можно просто смотреть, как мы жили, что мы рассказывали. Это, ну, короче, майндбловинг вообще, то, насколько это круто. Но продолжай. Конечно, конечно. И, короче говоря, в Vice City тоже этот мусор валялся, там такие газеты, короче говоря. Но в San Andreas его не решили включать. Почему? Во-первых, сначала почему включили? Сам этот вермей посчитал, что улицы в игре выглядят слишком чистыми. Ну, логично, да? Вы помните, третью часть, какая она мрачная, там надо еще мусора добавить, еще нюарность. Да, и вот эти разбросанные газеты и листву добавили, и сделали всего по две текстурки для того и для другого. Вот. И ветер, который влиял на мусор на карте, всегда двигался в одном направлении и менялся в зависимости от погодных условий. То есть, они в целом там летели в одну сторону всегда. Но там было прикольно сделано, что когда ты на тачке проезжаешь, они разлетаются как от машин. Но это тоже было сделано там благодаря уловке, как здесь написано, а не настоящей симуляции ветра. То есть, машины сканировали дорогу, а вы же программисты все, вы понимаете, да? То есть, едет тачка, объект, сканирует дорогу на наличие мусора позади, и активируется анимация разлетания мусора. И, значит, ну, в принципе, во-первых, как я понял, к Сан-Андреасу решили не только отказаться вот в угоду производительности, что все, давайте вот уберем, просто чтобы не лагало. Но еще и просто тут написано, что людям не нравился мусор. Некоторым людям из Rockstar причем. Да, конечно. То есть, не из целевой аудитории, кого опросили, а они сами такие, блин, что мы делаем вообще? Да, зачем этот мусор? Тем более две текстурки. И самое главное, что людям-то, видимо, нравилось, потому что люди сделали моды на Сан-Андреас с мусором. Слушай, я не знал. Прикольно. То есть, интересно, какой там именно мусор валяется в Сан-Андреасе, потому что, наверное, как-то он связан все равно с Сан-Андреасом. Не только вот эти газеты нуарные из третьей, а, наверное, там что-то прикольное. Я не знаю, не представляю, что там бургеры валяются. Да бургеры. Мне тоже упаковки от джанк-фуда почему-то приставили в голову. Вот. Поэтому вот такой прикол раскрыл нам обе вермей. А давай-ка второму приколу сразу. А второй прикол, который он нам раскрыл, что, ну, это как бы его. Это даже не то, чтобы он раскрыл, это как бы его вот такое вот немножко ощущение. Но я думаю, он там сильно в теме GTA 6, которая будет выходить. Хотя он в 2009 уволился, но он, возможно, из чатов не вышел. Поэтому... Конечно. Я думаю, он там сильно не вышел из чатов. Технический директор Rockstar North. Что вы думаете? И ему, думаю, больше, чем трейлер нам показали. Ну да. И он говорит, что... Во-первых, скорее всего, вы не думаете, что GTA 6 будет так сильно отличаться от GTA 5, как, я не знаю, как, опять же, там, допустим, в San Andreas от четверки. То есть, San Andreas и четверка. Но в техническом плане... Понимаете, он технический директор. Ну да. Про техническое. Да, в техническом плане, конечно, GTA 6 не будет там прям на голову выше, чем GTA 5. Но, тем не менее, все равно она будет круче. Он говорит, в любом случае. Сильно не прыгнуть, но она будет сильно круче. И, как бы, понятно, что не так сильно удивит, как это может быть. Но технологии так быстро уже не шагают, как, опять же, с PlayStation 1 на PlayStation 2, например, технологии шагнули. Или, там, с PlayStation 3 на PlayStation 4. Сейчас, ну, мы сами видим, PlayStation 4 и PlayStation 5, например. PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Ну, есть, как бы, скачок, но не столь заметен. Не столь заметен. Поэтому не ждите от GTA 6 каких-то там гениальных. Странно, что люди все еще играют в GTA ради каких-то там великолепного видео. Понятно, что графика, да, всегда она была крутая в GTA-шках. Но... Таково ты вспомни, как там появлялось все, опять же, мы это уже обсуждали. Ну, появлялось. Ну, на то время это, как бы, было круто. Особенно GTA 5, конечно. Блин, GTA 5 очень реалистичная. Если вы играете на новом железе, оно все еще вообще великолепное. А так же, как Red Dead Redemption, собственно, второй. Тоже очень крутой. Но, опять же, из-за этого... Но это никогда не было киллер-фичи. Это никогда не был Crysis, на котором тестят там до сих пор видяхи и все такое. И люди, кстати, там ноют по поводу мультиплеера, того, что все ради мультиплеера сделано, GTA 5. Может быть и так, что и GTA 5 сделано ради мультиплеера, но они как бы не стесняются этого, во-первых. А во-вторых, они же дают нам сюжетку офигенную. Вот именно. Они при этом не стесняются нанять сценаристов, которые... Вот я ноль часов, Zero, играл в мультиплеер, в GTA 5. Но при этом у меня это не отнимет воспоминания того, как мы ее дважды прошли и от того, как это охренительно было сюжетно. Да, то есть они вот в этом плане... Мы же даже в GTA играем не столько вот ради какого-то глубокой там концовки, опять же, или чего-то, а вот эта вся GTA-шная тема, вот эти маленькие прикольные миссии с как бы юмором, с атмосферой, с стереотипами, короче, это все про GTA, и мы ради этого играем, и это все есть там. И в GTA 5, в котором там мультиплеер, они миллиарды на нем разрабатывают, но они постарались, сделали как бы, и это большая игра, но это здорово. Если вы проходили GTA 5, вы знаете, сколько это за одного поиграть, за второго поиграть, за третьего поиграть, потом еще убить кого-нибудь, например. Потом еще акции купить, продать. Акции купить, продать. Ну, короче, мини-игр сколько сделано для всех GTA, в каждой GTA куча мини-игр. Поэтому, ну и в Red Dead Red Dead, соответственно, если мы про Rockstar говорим. Поэтому здесь я бы не сказал, что надо разочаровываться, если ты вдруг не увидишь каких-то гениальных анимаций и какого-то просто сногсшибательного видео. Вот именно. Хочется его спросить, а минусы-то будут? Конечно. Пусть те, кто разочаруются, короче, нахрен и идут, а все остальные поиграем и вообще кайфанем. Потому что, ну это вот выкатил недавно, там кто это был, в мышеловке показывали, то ли Кинопоиск, кто ли кто, топ-50 сериалов, сериков. И топ-1 это Breaking Bad. Ну да. И как бы, ну его-то тоже... IMDb и везде, да. Ну вот да. То есть это же тоже не из-за того, что там красиво сняли на какую-нибудь камеру, блядь, прикольную, или типа того. Хотя, ну я тебе уже тысячу раз говорил, еще раз повторю, что я когда посмотрел один эпизод в 4К, у меня появилось впечатление, что нужно весь сериал пересмотреть, потому что он вообще по-другому воспринимается. То есть когда ты видишь уже больше деталей, больше мимики и так далее, просто стори-теллинг другой становится. Ты уже видишь, ну это как, я не знаю, я сравнил бы это с Silent Hill первым, короче, на первой плойке. Там все такое угловатое, как Лара Крофт, там вот, ну вот эти все классические шутки про угловатую Лару Крофт. Вот. А и потом хоп, когда оно уже с мимикой, ну воспринимается вообще кардинально иначе. То есть я прям вот, ну у меня в каком-то, знаешь, в бэклоге лежит пересмотреть Breaking Bad в 4К. Потому что я, естественно, смотрел Full HD на своем суперстаром телеке 2010 года. И, ну это анекдот. А потом я посмотрел, во-первых, у бати на телеке, во-вторых, в офисе здесь на 4К мониторе вплотную. То есть это просто вот, ну, майндблоуинг опять же. Но дело-то не в этом, а в том, ну какой там все-таки сюжет, насколько там все придумано, продумано, отсылки к отсылкам, к отсылкам и так далее. И вот, ну, за это мы и любим GTA и, конечно, шестерку, именно шестерку. Надо ждать за это. Ну хотя, кто за что хочет быть, за то и ждет, опять же, но я буду ждать именно за это. А я ее все-таки жду. То есть я как будто бы глобально сейчас вообще жду две игры. Первую Готику ремейк, теперь четвертую Мафию, все-таки, ну, интересно, что будет. И шестую GTA. Все про бандитов, смотри, все про заключенных, про преступников. Ну, такая, такой у нас интерес. Ну, что делать? Ну, да, ну, как бы никто не поспорит, что GTA игры, это как бы серия легендарная. И несмотря на то, что там все про бандитов, кажется, там очень много жизненного, как и в Breaking Bad, тоже про бандитов, там очень много жизненного. И, опять же, через 30 лет, условно, ты всплакнешь не по какой-то там графике, а конкретно по, ну, ощущениям от игры, там, от сюжета, опять же, от каких-то эмоций. Да, того, как ты охал-ахал от того, что там твист какой-то был, там, сюжетный. И вот это все, это, конечно, реально очень круто. Да. Так что ждем. Как пишут, опять же, копирайтеры из телеграм-каналов, не ждем, но надеемся. Но в данном случае и ждем, и надеемся. Так что, да. Следующая темка. Почему аналоговая электроника такая сложная? Знаешь, честно тебе скажу, честно тебе скажу, я посмотрел, думаю, ну, там до свидос сейчас будет. Ну, там до свидос. Я вижу, я просто вижу, что там до свидос. У меня даже, когда загружаются картинки, с формулами. Я такой, думаю, ну, что это подписался, Саня, интересно. Слушай, я, во-первых, как обычно, по верхам. Во-вторых, из-за того, что я в гитарном чате состою, я уже это все и понимаю. Стыдно, конечно, признать, но тем не менее. Потому что там-то у нас сидят не просто любители, а люди, которые сами схемы проектируют. То есть, вот, например, даже Кирилл, которого я смотрю, он вообще-то и свои педали под брендом Варвар делает в том числе. Поэтому, ну, и там и усилители, люди делают ламповые и так далее. То есть, там это, и это там обсуждают, ну, типа, просто в курилке, так сказать. Как они схемы проектируют, как они меняют номиналы резисторов, и звук меняется кардинально, они скидывают сэмплы, и ты реально слышишь, что звук реально меняется от одного номинала одного конденсатора. Поэтому, в общем, я об этом расскажу, ну, так, типа, без тонкостей, без формул. Ну, и, кстати, по количеству комментариев, лайков и подписок на статью, видимо, это, людям прям нравится. Это, тем более, еще есть приписка некая, электроника для начинающих. Это хаб такой. На хабре, как не трудно догадаться, есть хабы. То есть, так сказать, тематики. Я даже, а, здесь у меня не Зоидина, ну, тогда не подпишусь. Ну, короче, электроника для начинающих это хаб. Там Ардруина, DIY и как собрать электроника. А, у него, кстати, есть вторая часть этой статьи. По тебе там выпустили, два часа назад всего вышло. По тебе выпустили четыре статьи про замки и драконы. Вот тут, короче, да. Но вряд ли нам понадобится рассматривать вторую именно часть. Я, конечно, ее, может быть, потом прочитаю. Давай хотя бы поймем, интересно ли нам первая часть, чтобы понять. Смысл в чем? Смысл, стой, я еще пройду по поводу хабра. Я вообще вижу, что здесь люди жестко по электронике угорают. Ну, конечно. здесь все статьи, каждая первая, блин, статья про электронику. Здесь вообще как будто уже про программирование никто не пишет. Видимо, Мне кажется, это пополам где-то, да. Раз пополамила хабр, и нас, видимо, это прибивает немножко в другую половину. Вот. И, причем, мы же ведь откуда это все узнаем? Ты репостишь из канала хабра в телеге. Вот. И я иногда беру из рассылки на e-mail хабровый. Так что они сами подпушивают по ходу электронику. Мы немножко, да, делают из нас каких-то электроников. Ну, я, а мы и не против, что называется. Короче, электроника бывает цифровая и аналоговая. На примере даже простых каких-то устройств для звука, так скажем, гитарный звук бывает аналоговый, когда у тебя реально там педальки какие-то аналоговые, перегрузы из там 70-х и современные процессоры, в которых просто стоит проц, который все тебе это эмулирует. Там прописаны алгоритмы, и это все линейно и понятно. То есть цифра, на нее ничего не влияет. Да, она от температуры может там троттлинг какой-то включать, какие-то такты пропускать, артефакты какие-то идут. Но это будут цифровые артефакты, которые ты просто выключишь, потому что невозможно будет использовать. Ну, как с видеокарты, на экране квадратики всякие идут, ну, вот это все история. Поэтому, соответственно, бесполезно это обсуждать, что возьмем за X, что цифровой сигнал не меняется, он линейный, неизменный, и вот это все. А аналог на него влияет всему, начинает помех и заканчивая тоже там температурой любыми какими-то историями, причем влияет полностью. То есть, вот есть схема, вот у меня тут предусилитель, да, Marshall GMP1, его открываешь, и там, ну, здоровый, как ноутбук, короче, хреновина, полностью из деталей, короче, таких состоящих. И там, ну, типа, ты сменишь с левой стороны один резистор, а слева там вход распаян. И у тебя справа на выходе, ну, не то, чтобы все изменится, но прям дофига изменится. То есть, здесь автор нам рассказывает о том, что аналоговые схемы, это некая такая уравновешивающаяся история, которую, если ты что-то одно меняешь, меняется все. И, ну, того, что, когда изобрели транзисторы, то сделали возможность вот это деление тока и напряжения отсекать, ну, как будто вот ты прям полностью стенку выстроил внутри схемы и сделал так, что часть схемы на другую не влияет вообще. Ну, типа, она может повлиять так, что у тебя транзистор сгорит или там, ну, и просто будет пробой, так сказать, ПН-перехода или НП. Но, как бы, пока он работает, у тебя это просто обособливает, короче, две части схемы. И получается так, что здесь тоже он, ну, расписывает, что, ну, на примере просто участков цепи с одним резистором, там, переменным, или с переменным сопротивлением или с постоянным, рассказывает о том, как ток идет, как он меняется и как меняется его зависимость от того, как ты меняешь это сопротивление. И когда ты добавляешь несколько элементов, один впоследовательный, один параллельный, то зависимость уже не линейная, ну, как прямая на графике, А уже она начинает выгибаться Ну и ты в зависимости от этого у тебя уже Ну, а это всего три прибора Это всего три резистора А когда ты это начинаешь все еще больше комбинировать Оно еще больше все начинает друг на друга влиять И как бы, ну, в данном случае Построение схем это такая На самом деле творческая история Хотя, ну, как бы ее тоже уже Те, кто этим занимаются давно Они смотрят на схему И они уже в голове примерно слышат, что будет То есть они смотрят, ага Вот у нас здесь, короче, диодные ограничения И вот здесь диоды такими-то номиналами Будет примерно такой звук И оно реально, ты включаешь, и он такой звук То есть это все равно, ну, здесь нету никакой магии Это все методами проб и ошибок Соответственно, ну, легко высчитывается Понимается и так далее Но, опять же, глобально здесь вот Ну, и вся схема Она вот Рассматривается целиком То есть есть много классических примочек Того же там перегруза Условный там Boss DS-1 Типа этот Супер Дисторшн Или как он там называется Просто Дисторшн 1 Есть всякие там Procoret Крысы Есть фузы И у них у всех У всех вариаций А до сих пор на Алиэкспрессе Делают кучу вариаций На вот эти классические педали Потому что вот схему, как придумали Меняют только номиналы Оно чуть-чуть другое Но глобально вот сама схема То, сколько элементов И как они друг на друга влияют Оно все то же самое Вот Я это сейчас вообще к чему? А, к тому, что Ну и люди, которые в этом разбираются Они просто это слышат То есть это не то, что Нужно там Методом проб и ошибок Это все Там слушать Выдумывать и так далее Но Это объясняет, кстати Почему Новых схем практически нет Потому что, чтобы их придумать Это реально надо сидеть По Эдисону 10 тысяч раз Короче Пробовать, собирать На макетных платах Каких-то что-то делать Придумывать И получится что-то кардинально иное В остальном Почти все вариации Современных педалей Перегрузов Это все Просто чуть-чуть Файн тюнинг Старых схем Поэтому новых схем нет Здесь он делает В конце этот вывод Что типа Люди, которые изобретали Это все Они герои И что вся аналоговая Электроника Это результат Перебора Огромного числа Гипотез Множеством людей Часть из которых Просто оказалась Рабочим То есть это такая Вайлдная история Которая вот За это мы ее и любим То есть вот у меня Вот эта штука Да, вот этот маршал Он в зависимости от того Как лампы разогрелись А он ламповый Он звучит чуть-чуть по-разному То есть даже просто Температурный этот Ну опять же По-разному Когда ты Ну прислушиваешься Знаешь куда слушать И привык к этому уже Ну типа это как Знаешь как велосипед То есть ты много Катаешься на велосипедах Ты на другой сет Блин, здесь мягче ход Здесь плотнее резина Он лучше идет Ну короче Вот эти все истории А если ты Ну раз в год катаешься Ты на любой сел Ну велосипед Ну тут примерно Такая же история Но в общем и в целом Мне показалось Интересным то Что Я никогда вот Не думал об этом Именно в таком ключе Что Потом-то появились Куча педалей С схемами На транзисторах На операционных Ну транзистор это все еще Аналог В данном случае На операционных усилителях И операционный усилитель Это именно Ну линейный умножитель Без побочных эффектов То есть как раз Когда ничего не влияет И вот Те схемы Которые на операционниках Там уже намного Больше вариаций То есть там у тебя Буквально режимы Уже можно Какие-то переключать Все это в рамках Той же небольшой коробочки Потому что ты Просто изолируешь Части схемы Одну от другой И так далее Не знаю Мне прям показалось В общем и в целом Это очень интересно Проговорить Именно проговорить И то Насколько Раньше мир Как будто бы Был сложен И был полон Каких-то знаешь Интересов Открытий И так далее И как он сейчас В данном случае Ну более прост Если мы говорим Вот про какие-то Ну небольшие приборы Типа вот там Усилители Или чего-то еще Понятно что Ну никто не будет делать Аналоговые компьютеры Когда ты компьютер Прогрел У тебя калькулятор Там другие значения Стал выдавать И так далее Это просто анекдот Но вот именно В случае с тем Что мы хотим Вот ну мы с тобой Говорили да Неоднократно Про какую-то Аналоговость Про то что Чтобы больше было Интереса в жизни И какой-то Недетерминированности И неопределенности То вот использование Каких-то таких Аналоговых штук Это прям прикольно То есть мне Мне просто понравилось Об этом Это как наш подкаст Он тоже аналоговый Он когда разогреется Он по-другому Начинает звучать Сто пудово да Смотри Я понял То есть именно Аналоговая электроника Сложная Потому что на нее Типа много влияет Факторов Да И порог вхождения Очень большой И знать И понимать Как это влияет Нужно базы Много Ну да Передос базы Чтобы случился Я хотел как раз Спросить дилетантский Вопрос по этому поводу Вот я смотрю Допустим На схемы Которые написаны Ну не здесь А вообще в принципе Вот если смотреть На электросхему Почему Я каждый раз Задаюсь этим вопросом Не знаю Сколько я живу Почему электросхема Отличается Визуально От платы На которой элементы Расположены Вот допустим Там типа Вот написано Там такие-то транзисторы Такие-то резисторы Вот все Все нарисовано На схеме Я потом А потом допустим Смотришь на плату И думаешь А куда это впаять И почему оно Все не так Почему Это два параллельных То есть Каких-нибудь этих А почему Здесь впаять Надо их по-другому Они вообще В разных местах Там Все по бокам Как я должен Это понимать Или это тоже Все на опыте На опыте Это так называемая Разводка То есть Одно дело Когда у тебя Есть схема На бумаге Второе Это когда у тебя Есть схема На макетке То есть Ну буквально На вот таких Знаешь Пластмассовых штук Где ты там Все вставляешь На соплях Проводами соединяешь Чтобы чисто проверить А другое дело Когда ты это разводишь Компонуешь на платах Делаешь А зачем разводить Чтобы тоже помех не было Во-первых Чтобы не было помех Во-вторых Чтобы уместить В более компактные корпуса И чтобы это было Ну как бы Ну для компактности И для разделения Чтобы не было помех Земляных петель И всяких таких штук Земляных червей Как в дюне Так Прикольно Прикольно Да Ну то есть Как бы здесь тоже Надо все Опыт иметь Чтобы понимать Читать их Тоже Вот человек Вот допустим Посмотрит на плату Да На элементы И может в голове Схему составить Да Да То есть Это на опыте То есть Есть люди Которые уже точно знают Что вот эту часть схемы Которая опять же Там это фильтр Там какой-нибудь Фильтр высоких частот Ее лучше подальше Там от питания Или там чего-то еще От ввода Ну как То есть Вот это все нюансы Это тоже Вот все на опыте Приходит Причем опять же Для тех людей Кто на опыте Прошу прощения Что мы часто Это повторяем Многие из этих вещей Самые очевидны То есть Они об этом Даже не задумываются То есть Это уже Ну типа Автоматически Это здесь Это тут Это тут Но дальше Все равно Есть творчество А как это уместить В напольный вариант То есть Ну вот условно Вот этот предусилитель Вот он когда В рековом варианте Типа для того Чтобы в стойку Там все разрежено Спокойно Хорошо В металлическом корпусе Опять что помех Не оба Та-та-та-та-та-та Не сникерса Это просто Классическая Гитарная педалька Которая размером Ну с телефон Например Уже начинаются Челленджи Ты уже часть схемы Меняешь на Реально на отдельный прибор То есть Кусок схемы Хоп Заменил на этот Операционный усилитель Уже звук изменился Уже немного не то Но зато ты получил Компактность И ну и вот это все Комбинируется Делается И ну Интересно Когда ты можешь Пять педалей В одну совместить Вот сейчас на Алиэкспрессе Тоже такого Очень много Когда там На одном переключателе У тебя пять режимов И это по сути Пять педалей Как раз как будто бы в одном Оно все еще аналоговое Но там куча частей Заменены Вот на Какие-то вот такие штуки Отдельные Там ну Вряд ли это микросхемы Но тем не менее И ну оно Чуть иначе Вот это все Это все Такое творчество Но как будто бы Сегмент здесь вот Почти везде один Там где вот эти все Искажения Влияния Ну Ну типа Нужны Потому что Ну если мы говорю Говорим про калькуляторы Или там что-то такое То здесь соответственно Ну нету никаких Ну тут не должно Как раз оно различаться Оно должно Именно вот быть Строго детерминированным Понятным там И так далее Поэтому Такое Значит смотри Тема такая Парк сидячего периода Путешествие в удивительный мир Малого таза Тема о том Что здесь смешно Потому что здесь Главный герой И главный персонаж Который вообще Подходит под эту тему Это Никита Некий Вот Я кстати не читал Смешно Ну так Так вот Смотрите Представим себе Что Никита Есть некий Он айтишник со стажем Так И прямо с университетской скамьи Он пересел в кресло Джуна Дата инженера И вот он стал Медлом Значит стал там Буквально Сеньором Хотя здесь он по-моему Сеньором так и не стал В общем короче говоря Он до 35 лет Ведет очень сильно Сидячую работу Сидячий образ жизни Высокооплачиваемый Специалист между прочим Кроме этого Но Но Мне кстати 30-30 Что это не про меня история Но ему 35 И Вроде бы все отлично Но есть некоторые проблемы Которые наш герой Старается не замечать А проблемам не нравится Такое пренебрежение И с каждым годом Они все настойчивее Напоминают о себе И Какие же это проблемы Разумеется Это проблемы со здоровьем Например первое Сидячий Малоподвижный образ жизни Привел к застойным явлениям В малом тазу А уже оттуда Вырос целый букет Разнообразных патологий Одна из таких патологий Естественно Варикозное расширение Вен малого таза И я думаю Это вот Наверное одно из того Почему он пошел Вообще по врачам Он прикинь увидел У себя варикоз там До свидос Именно визуально То есть может быть У него остальное тоже болело Но видимо Никита айтишник Увидел Что ни хрена себе Уже варикоз Пора И значит Пошел с этим Вообще по врачам И первый врач Вообще Которого Никита посетил Странно У него варикоз Но он пошел Почему-то к урологу Вот И врач Заподозривал Врач заподозривал Пациента простатит Человек в 35 лет Первый раз к урологу Ну счастливый Счастливый Да Согласен А может быть Не первый Хрен его знает Но выглядит так Как будто он новичок Чтобы подтвердить диагноз Назначил анализы Врач ему И в общем Что понял Увы У Никиты Предварительный диагноз Подтвердился Это простатит И понятно Он там начал лечение Аж без провистывания Ну да Вот Главным фактором риска Для развития простатита Врачи называют Сидячий образ жизни Как мы понимаем Из-за длительного сидения Кровообращение В маунтезу нарушается Что способствует Застою венозной крови В области предстательной железы Что мы имеем Ну понятно Что Чтобы не заработать Простатит Как и все остальное На самом деле Здесь нужно Понятно Физические упражнения Вставать Разминаться Избегать Приохлаждения Длительного сидения Правильно питаться Тоже Важно Если вы вообще Придете к урологу Он вам там Такое скажет Что вообще спортсменом Должен быть жестким Потребление жирной пищи Исключить Ограничить Острой пищи Я каждый раз Не понимаю Как это влияет На предстательную железу Ну то есть Видимо перчик Там как-то протекает И вот Ужас Вот Помимо простатита У пациентов С венозным застоем В малом тазу Есть риски развития Варикоцели Аденомобростаты Импотенции И смотрим дальше К счастью Эти все Вещи Избежал Никита Вот Но Он обнаружил Симптомы геморроя Но Обнаружены Симптомы геморроя Что ты будешь взять Он пошел К проктологу Урологу на руку Вывалилось Там что-то Видимо Он такой Ну похоже Для диагностики Да Для диагностики Геморроя Врач проводит Пальцевое исследование Визуальный Осмотр Перианальной Зоны Затем Выполняется Аноскопия Безболезненная процедура Которую пациент Легко переносит Ну да Там все безболезненное Короче говоря Вот Что говорят Тут тоже пишут Что для профилактики Геморроя Нам прям вот Врачи Рекомендуют Ежедневные прогулки Там Плавание Понятно Спорт Ходьба Вся фигня Ну вы сами знаете Здоровый образ жизни Короче говоря Решение Решение для Никиты Какое По геморрою Консервативной терапии Врач Выписал Там необходимые лекарства Все такое Все такое Значит И рекомендовал Записаться На прием К флебологу То есть Никитоз Дальше пошел Еще Специалисту По заболеваниям Венозных сосудов Наконец-то мы приходим К тому квесту То есть Найтицири Мы приходим Что ему надо пойти Проверить Варикоз Значит Проверяет его Варикоз Варикоз В наличии Отечность Ощущение Тяжести В ногах Все такое Значит Что делать Надо Значит Избавляться Избавиться От геморроя И простатита Нашему герою Удалось с помощью лекарств Ну это повезло ему Чисто повезло Что не запустил Малорик А вот чтобы вылечить Варикоз Естественно Надо клиника Надо значит Ложиться Хирургии Одного дня Так называемо Ему делают Некую клеевую Облитерацию вен Ну как я понимаю Реально склеивают Там вены в одну Вот У нас даже вроде бы С тобой есть знакомые Которые Да-да Мне кажется Есть Вот Все это делается Там буквально Ну быстро Там реально За один день И госпитализация Не требуется После всего пережитого Никита осознал Как важно двигаться Правильно питаться И даже во время работы Не забывать Об организации Рабочего места Вскоре он завел Новую полезную привычку Начал в течение дня Делать перерывы на зарядку После такого Я бы вообще перестал Если честно Сидеть за каменом Я бы уводился Да На радость читателя История Никиты Заканчивается хэппи-эндом До тромбоза Дело не дошло И короче В общем Все более-менее нормально И тут написано Знаешь что Что Все Программа По сохранению здоровья На ближайший год У нашего героя Выполнена То есть Это он Вот В этом году Нормально А в следующем Снова Варикос Снова Короче То и все Вот такая история Про сидячий образ жизни Как ты считаешь Ну вот это все бред Или Надо реально Вставать На лыжи Это не бред Надо вставать И там вот Ногу потягивать Как там В последнем заключении Наставление указано Знаешь Есть такой танец Когда ты ногу Вот эту делаешь И вот так назад Вот походу Надо его делать Короче Для меня открытием было Что простата И предстательная железа Это один орган И причем И самое главное Что урологи Их иногда Прям ну буквально В одном предложении Используют Как будто Это две разные вещи Но на самом деле Смотрите Не перепутайте Это одно и то же Ну да Вот Она тоже страдает Как вы понимаете Поэтому надо вставать Хорошо Там в комментариях Хорошо уже идет Там прям Хорошо в комментариях Там пишут Что обрезание Крайней плоти Помогает тоже Простатиту Потому что Хронический источник Инфекции И из него Не это Не попадает Я не знаю Это там шутят Так или нет Но Просто вставать Все равно Это не поможет Это как знаешь Пресс не выходя Из дома Накачать За один день Господи Все ладно Пошлите дальше Хотя дальше Не лучше Новый Эмодзи Который Скорее всего Будет В iOS 18 Я вот В бетах Смотрел Пока я их Не видел Причем Я правильно понимаю Что все Которые на изображении Вот только Они и будут В основном Ну да Это вот Эти 7 Будут Причем Вот нажми Пожалуйста На Макрумерси На тег Эмодзи И Найди Там короче Новость Эмодзи Артиклс Вторая С конца 2024 Эмодзи Кудинклуд Шейкинг Хэд Браун Машурунг Феникс Лайм And More Находишь Такую Или мне скинуть Шел Шейкинг Хэд Браун Машурунг Ну найдено Да Мной Вот короче Я их недавно Нашел на айфоне У себя Ввели Это годовалой Давности Новость Да Видел Такие Видел Машурунг Очень вкусный Захотелось Его скушать Я как раз Машурунг Уже использовал Именно Браун Машурунг Потому что До этого Только Мухоморыч Был А теперь Вот хотя бы Белых Добавили Или под березовиком Вот эти вот Кивани Я уже видел Что их используют И я не понял Я думал Это какие-то наушники Какие-то Знаешь Когда лежишь В этой В интенсивной терапии Тебе в нос трубки Такие вставляют Вот я думал Это что-то из этой оперы Вот Поэтому По старикам Опять же Что-то какие-то Наушники какие-то Слуховые аппараты Вот да Ну феникс Конечно Не понимаю Зачем вообще Ну типа Это знаешь Наверное Для тех Кто это Уже начал вести Здоровый образ жизни Воскрес как феникс Да Кто выгорел Или так Или так Да Прикольно Так вот К новым Тут по-моему У нас масоны Готовят к чему-то Во-первых Мешки под глазами Во-вторых Тот же Никита Айтишник Из прошлой новости Да Отпечатки пальцев У него снимает И у всех будут Везде теперь снимать Дерево без листиков То есть Пустошь Выжженная земля Это мне кажется Это из Властелина колец Вот это Которая в этом Я понял Которая в Гондоре стоит Да Да В Гондоре Минастерите Потом Некий Корнеплод В общем смысле Редис Мне бы свекла Я подумал Ну да А может На редис тоже похоже Ну короче Вот корнеплод В общем смысле Root vegetable Вот А арфа Харп Так называемый Лопата Уже Это когда закапываешь Что-то около Вот таких деревьев Это вот Потом сплеттер Вот такие вот Кляксы получаются Короче Странные Как будто Какое-то закодированное Уставший мне нравится Уставший чел Прикольный Backs under eyes Прикольный Я возможно Даже и классно Мне нравится Остальное Неужели лопаты не было Походу не было Походу не было Арфа Что Действительно это нужно нам Да В современной Ну да Окей Ну то есть Да А корнеплоды Уже люди Мне кажется Думают Что Хотя редиска И так и растет Как продается Что она растет Уже в пакетах И помытая Как в магазине Ну какой-то это Сигнал от Unicoddych Я думаю Тем более Unicoddych Я уверен Они напрямую Связаны С внешним миром Так сказать Вот да Ну то есть Я прям вот вижу Что это Что-то Вот Что-то это Короче означает И ничего хорошего Я здесь что-то не вижу Ну арфа только разве что Ну и то Это знаешь Когда в этом Я не помню В какой-то видеоигре было В Doodle Нет Не в Doodle Jump Не помню Короче где-то умираешь И твой персонаж Так летит Как ангелок И на арфе Играет вверх То ли в червячках Я не помню В какой-то видеоигре Короче это было Вот Поэтому ничего хорошего Кстати Итак Сеттинг фэнтези Классический Игровой Откуда он взялся Самые истоки Вообще Ориджин Буквально Пафосные паладины С мечами Остроухие эльфы С луками Коренастые гномы С топорами И пивом С вирепой Зеленокожей орки Сумрачной магией Прочие некроманты С драконами Будут бегать По живописным горам И равнинам Оборонять И штурмовать крепости Искать артефакты В подземельях Призывать И запечатывать Всякие сущности И попутно Прокачивать Свои способности Это Как вы понимаете Классический Сеттинг фэнтези Когда Вот вы слышите Вот фэнтези Вот вы это представляете В голове Правильно Но Как оказалось Как оказалось Это не все Толкин Вы скажете мне Фэнтези Это Толкин Правильно Ну кто придумал еще Ну откуда пошло Но Оказывается Вообще Фэнтези жанр Который Оформился в США Если мы говорим Про США В 60-х годах Да Его Не только Толкин Как бы привнес Потому что Толкин Пока дошел С Великобританией И он еще В Великобритании Был не очень Как бы сразу Так Встречен До США Он дошел Хрен знает когда И фэнтези Как бы Тоже был основоположником Толкина Но Еще Еще Вообще К моменту Толкина Была подготовлена Почва Фэнтезийная У людей А конкретно Конкретно Сам Отец Основатель Жанра фэнтези Это Роберт Говард Некий Который Написал Рассказы О похождении Конана Вот Если вы помните Кто такой Конан А я думаю Вы Хотя бы Картиночки Ну видели Да Конана А может быть Вы вообще Очень сильно В теме Этого всего Сеттинга Это Вполне Типичный Глубоко Укорененный В мифах Народов Мира Образ Эпического Героя Конан Ну такой Чувак В повязке Такой Действительно Мифический Немножко Персонаж И казалось бы Ну при чем здесь Фэнтези Да А при том При том Что Дальше мы посмотрим Конан Воюет не просто Против каких-то там Ну богов Там Намешано много всего И давайте посмотрим То есть В оригинальных текстах Говарда Он могуч Решителен Конан Хитроумен Харизматичен За ним идут воины Его любят женщины Но Благородным В современном смысле Конан назвать трудно То есть Он как бы еще и Спорный персонаж Он просто такой Чувак Ты там стоишь У меня на пути Поэтому пошел в жопу А стоят на пути У него всякие Разные фэнтезийные Опять же существа Которые тоже Далее мы увидим Не просто Какие-то люди А какие-то придуманные То есть Это как фантастика По сути Не просто мифы И легенды Древней Греции Кроме этого Первые По внутренней хронологии Рассказы о Конане Начинаются не как Фэнтезийные путешествия Герои А буквально как Миссии из ГТА Опять же То есть там Конан напился в таверне Пошел грабить колдунью Конан не напился Но пошел грабить музей Конан прорезал жреца И попал в тюрьму Ну вот такого типа Как вы видите Уже есть колдуньи То есть Это уже немножко Фэнтезийная тема Здесь еще есть Как бы Такой типа Арт И подпись В состоянии алкогольного опьянения Тяжелым тупым предметом Предположительно головой Бил Вот короче Вот Что собственно о Конане Вы должны знать И что произошло Значит Рассказы и повести о Конане Печатались В неком журнале Как и тексты Лавкрафта Собственно того самого Вот Weird Tales Печатались И Как вы понимаете Как вы понимаете Ну Одними журналами Не ограничилось Вообще Вот этот Говардыч Он Чисто чувак из мафии Буквально Вот здесь вот Да Его фотка Он просто в шляпе Просто на Аль Капоне Реально похож То есть Такой Да Да Значит Такой накачанный боксер Значит У него даже Прозвище Боб 2 пистолета Как вы понимаете То есть это Ну полностью Такой чувак Мафиози Но он пишет Про Конана И значит В принципе Дальше Понятно Что он написал Это было очень давно Когда он написал В 30-х Там буквально Да А уже в 40-х Как бы его труды Буквально начали Уже забываться Но Однако В 48-м году Два американских писателя Гринберг и Кайл Некие Из клуба фантастов Гидра Решили подзаработать И начали Короче Выпускать Некий Гном пресс Это Не просто журналы Как был В Air Tales А это такие Как бы сборники Это такие книги Буквально И Короче Они стали выпускать Ну книжки с фантастикой Как ты их там Про комиксы Называл Когда в книгах В книгах Омнибусы Омнибусы Да Вот И Значит Эти вот Большие сборники Книги Стали офигенно продаваться Даже лучше Чем Бульварное чтиво С эротическими обложками Как здесь написано Ну это уже круто И Да То есть Лучше чем где-то Детективы стали продаваться А это как бы Ну как вы понимаете Это бабки Бабки И Значит Все вообще поняли В мире В США Да Что Оказывается Книжки с фэнтези С фантастикой Это прибыль Это как бы Круто Их читают Декампу Линкартер Вот Вот Он сам Смотри Он именно Под Конана Несколько Неизданно Рассказов То есть Он видимо Чуть-чуть Это Да Он немножко Кастомил Немножко обновлял Немножко воскрешал Вот Он кстати говоря В бывшем Лейтенант Командер ВМС США Такой чувак Нормальный Вот Но тем не менее Он еще и писатель И Писатель фантаст Да И он Вот короче Уцепился за Конана И вообще за этот сеттинг И Понял что Вообще Он Сейчас людям Не так уже интересно О звездных путешествиях И роботах А уже интересно О прохождениях Конана В древних землях Полных мечей и магии Вот И изначально Это было трио друзей В лице Декампа Лина Картера И Джона Джейкса Поначалу Они буквально бухали Написано А затем Они стали Более тесно общаться Дружески Короче Ну и стали уже Сделали некий Как бы такое Типа сообщество Тут еще очень смешно Надо выделить Что Ценили друзья Не только Говарда Но и Лавкрафта На это прозрачно Намекают и шуточные титулы Которыми они Наградили друг друга Картер был назван Пурпурным друидом Из бессвязно Бормочущей орды Слизняков Зуктакья Ну шуточная 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 Декамп Верховным садистом Людей рептилии Яга А Джейкс Послом без портфеля Частично чешуйчатых Частично морщинистых Растительных существ Южного полярного города Ну гьюбгла Вот Как написано здесь В общем сплошной Фхтагм И короче Эти чуваки Основали некую сагу Сварцмен And Sorcerers Guild of America Сага И это Как считается Именно Вот с их Самоназвание И пошло понятие Почти синонимичное Фэнтези Фантастика Меча и магии Короче в общем Они это все придумали Основали И во второй половине 60-х Общественный запрос Поколения хиппи На безудержную фантазию Совпадает С почти одновременной Публикацией в США Нового переиздания Конана То есть вот Новое переиздание И все забалдели И еще и трилогия Толкина поверх При этом Стоит учесть Что без заложенной Говардом И его Продолжателями почвы Толкиновские тексты Вряд ли заинтересовали бы Американцев В Британии К примеру В Британии К примеру Интерес к ним был Сдержанным Хотя напечатаны там Они были еще В середине 50-х годов Ну как я и сказал То есть Толкин Он не сразу прогремел И романы о Конане Получат бешеный успех У образованной Молодежи США Именно тогда Начнется взрывной Интерес К жанру И предмет увлечения Отдельных гиков И писателей Превратится в феномен Массовой культуры То есть Короче говоря Конан Это на самом деле Прямо исток Вот И при том что он там А где Терри Пратчет Я не понимаю Ну то есть Терри Пратчет потом будет Он вообще Мне кажется Смельчок Он уже из 80-х Я думал Он тоже Один из этих Ну ты понял Кого Истоков Да кого Он родился В 48-м Если А чуваки Уже Что воротили В то время Да Конан уже был написан Да Он там сражается Короче Конан Он по классическим Майтенбейджикам Сражается там С пришельцами Какими-то Чуваками из снов Какими-то там Вообще Короче Да То есть Я поначалу подумал Блин Ну типа Это же вообще Мифы Да Ну что там Конан Он там с какими-нибудь Змеями Наверное сражается А нифига Там короче До свидос Буквально со скелетами И со всякими Короче И с некромантами Слушай Ты знаешь Почему сигнал Потому что вот буквально Да Книжная лавка Которая у нас тут Недалеко находится Где мы тусуемся С Алиной И с Беллой Периодически И у меня И у меня реально Короче Как в той присказке Там Конана Дофига Чтоб ты понимал И он стоит Никому нахрен Не нужный И вот как раз С подобными обложками И так далее Ну да И мне каждый раз Белла приносит Короче Книжку Конана А он еще стоит на полу То есть на ее рост Она говорит Папа Ну когда уже можно будет Нам с тобой вот это читать И это сигнал Короче Она походу Понимает Что вот Откуда все началось Потому что Она мне про Варкрафт Точно так же Спрашивает Папа Когда ты мне уже Про свои книжки Расскажешь Что там типа За истории И вот это все В городе лифчиках Вот да Потому что пока Только не знай Как как бы идет В солнечном городе А тут-то уже С червями сражаются И с пришельцами Поэтому Это Я удивлен Если честно Что Это Что вот этот Конан Я знал тоже Что это и в комиксах было И что Типа Ну я просто чувствовал Когда вот это видео Что Might and Magic Вот откуда-то отсюда Короче идет весь Ну да Потому что Оно реально Как-то так Карикатурно Странно Непонятно Потому что Мне же было приносить Я ну пролистываю Там оглавление Смотрю И там реально Просто бредятина Какая-то Но похоже Что это прям Вот зашло Подросткам Так сказать Тех лет И соответственно Оно уже Вот это Потому что Я вот это смотрю Weird Tales Обложки Которые там в начале И это реально Вот ну Даже стиль буков Похож на Might and Magic Первые три Обложки игр То есть оно похоже Вдохновлено было Вот этим всем Ну Очевидно Это же массовая культура Видимо и так далее Короче Круто Я прям Да Мне хочется теперь Дальше Узнать Чем закончилось Чем продолжается история Мне тоже хочется Я когда Да Я когда прочитал Я думаю Блин А неужели Это же первая часть И такой смотри Блин Там четыре части Ммм О А Ммм Да Будем Пальчики Объяснить Надо сказать Да Что я тоже знаю Про Конана Что комиксы Достаточно популярны Про Конана Они по-моему Чуть ли не Ну не то что Все еще выходят Но это прям линейка Альтернативных комиксов Да Даркхорсовских Поэтому Вот Так что Вот такая тема Можем идти К завершению Нашего подкаста А именно К обойке Правильно? Можем Ну короче Если хотите поддержать У нас есть бусти Долго Не будем Рассусоливать На шорс Можно это нарезать Опять же 15 секунд Если хотите поддержать То да И потом тебя О А Как ты говоришь Вырезать И нормально Короче Обойка Обойка Что я вижу Это уголочек Какой-то Забегаловки Видимо Скорее всего Восточной кухни Скорее всего Японской Где-то В Америке Мне тоже кажется Что это в Америке В основном Американские вывески Но вот Изи Фудс Компани Которая стоит здесь На углу Она так как бы Немножко Нас приглашает Войти Как будто С полуоткрытой Дверью Вот И мне кажется Наш подкаст Это Я пока не придумал Но я сейчас придумаю Это вот этот фонарь слева Который горит На нем Есть вот цветочки Они Это наши темки И смотри Заметь Наш фонарь Он несмотря на то Что днем нахрен не нужен Он горит Так же как И наш подкаст Который вроде уже Спустя год Нахрен никому не нужен Он горит Офигенно Мне нравится Но у меня есть и свой вариант Видишь Ливневка Под входом Из Фудс Кампани Такая плоская Из которой должен клоун Из Оно Короче Оно Да Вот это Наш подкаст Он где-то там Короче Все Все нечистоты Короче С дорог туда сливаются Мы их там перерабатываем И выдаем вам базу После этого И там еще с нами Черепашки-ниндзя Туртлес Живут Вот Ну просто Вот эти вот Ливневки Именно боковые Мне прям нравится Как они выглядят Не вот эти люки бездушные Как у нас там И решетки какие-то А именно вот эта вот Щелочка Она какая-то прям Прикольная-прикольная Поэтому мне Вот так да Ты начал говорить А мне тогда Рука например Красная нравится У светофора А не как наши Вот эти вот А не человечки эти Вот в шляпах А в шляпах кстати В Германии У нас просто человечки Даже без шляп Даже без шляп Вот ну Куда это вообще Ну Изи Фудс Кампани Это скорее всего там Где и они гирьки И штаны продают Вот подобного типа Магазин Потому что Ну и там реально Вот зеленые Какие-то футболки Или штаны В левом окне Но учитывая название Фудс Скорее всего Еда тут тоже есть Ну и блин Опять же Здесь все с желтым светом Таким сфотканом Сразу Breaking Bad Вспоминается Better Call Soul И вот это все Я конечно не могу Я с этой стилистикой Очень сильно балдею Америки Не такие слова Должны были мы говорить В конце нашего подкаста Не такие Но это не нарежут На шорт Да Тогда это и никто И не увидит Потому что Обычные наши выпуски Смотрит Не очень много человек Поэтому да Да даже кафельная плиточка Вот эта Которая здесь все облицована И то она какая-то особая Не, ну это та самая Плиточка Сто процентов The плиточка Да уж Какой же там дождь идет Ё-моё Вижу Ну я вроде взял зонтик Надеюсь Придется что-то как-то где-то Да Круто Спасибо тебе большое За выступление наше Сколько получилось Тебе спасибо Час 38 Я стопаю, да, подкаст Да, я думаю Не, мы Попрощаемся Всем пока Подписывайтесь Будем дальше Пытаться Что-то снимать Нам нравится Нам интересно Надеюсь вам тоже Да Спасибо всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok